Всем привет! С Вами Кривуля Андрей Чарли и я продолжаю озвучивать официальные ответы Epic Games касательно Unreal Alembic Hair. В этом видео мы поговорим о том, как работает шерсть для волос и шерсти от Nika Rotlink. Почему стоит перейти на версию 4.25? Как работать шерстью и ее симуляцией? Можно ли добавить лоды для Alembic Hair for Games? Как включить Debug Mode для волос и какие есть режимы? Как взаимодействовать с шляпой и ветром? И какие проблемы все еще есть в шейдере для волос? Итак, данное видео вышло при поддержке Алексея Савченко, Алисе Примахиной, Андрея Дронина, Стаса Старых, Чарльза и всего Unreal Community, плюс также Саймона Барановеева и Ника Рутлинха. Я хочу рассказать об этих людях, как данная информация пригодится всем Unreal Engine фанатам. Если Вы активно разрабатываете в Unreal Engine и у Вас есть вопросы по лицензированию, развитию Ваших проектов или сотрудничеству с компанией Epic Games, можете обратиться к Алексею Савченко. У него есть YouTube-канал, ссылку на который я оставил в закрепленном комментарии. Здесь очень много полезной информации по всем этим темам. Много интересных интервью и так далее. Алексей выпускает видео каждый день. Что касаемо Алисе Примахиной, так на нее можно ссылаться по вопросам лицензирования движка, как для игр, так и для Enterprise. Найти ее проще всего на Facebook. Ссылку я также оставил в закрепленном комментарии. Андрей Дронин, редактор онлайн-журнала UA4 Daily. Там Вы найдете все самое интересное, касаемо Unreal Engine. Стас Старых, создатель канала VR Professionals и консультант по движку Unreal Engine 4. Саймон Баренео поделился скриптом и разными сценами для ответов на вопросы. Ник Рутлинг создал отличный тутор по шейдеру для волос и шерсти. Ну что, готовы впитывать интересную информацию? Тогда поехали! Итак, в прошлом уроке мы остановились на шейдере от Ника Рутлинга и я обещал показать те группы, которые я создал и конечно же его работу. Напоминаю, что этот шейдер Вы можете получить, посмотрев урок от Ника по закрепленной ссылке в комментарии. Итак, что касается групп. В вкладке Grey Hair я выделил три параметра и объединил их в группу 2A-Grey Hair. Затем идут параметры, которые отвечают за Eomelanin, Feolomelanin и их рандомные значения. Все это я объединил в группу 1-Melanin. Параметры из вкладки Random Hair я добавил в группу 1A-Random Melanin. Также есть параметры в вкладке Dye Hair. Их я объединил в группу 3-Dye Color. Уже знакомая Вам вкладка из прошлого урока Albedo Texture содержит параметр Albedo, который я тоже добавил в эту группу. Так как есть переключатель, относящийся к ней, который я думаю Вы тоже помните. Далее идет группа 4-Roughness, которая содержит 4 параметра и в вкладке Roughness. Также есть отдельные параметры, для которых я создал отдельные группы. 5-Spec это Specular, 6-Scatter Base Scatter и 7-Backlead это параметры Base Backlead. Теперь, если я открою Instance материал этого шейдера, то Вы увидите, как у меня все сгруппировано. Благодаря цифрам, которые я ставил перед названием группы, все распределилось в нужном порядке. И конечно же сейчас я продемонстрирую, как работает данный шейдер и за что отвечает каждый из параметров. Первый параметр является переключателем между Eomelanin и Feomelanin. Для блондинки и красных волос, он должен равняться 0. Для брюнетки и черных волос 1. Когда этот параметр равен 1, то влияние на волосы имеет параметр Eomelanin. Когда этот параметр равен 0, то наоборот Feomelanin. То есть шейдер работает примерно так же, как в Arnold Render. Итак, о Random Melanin и Gray Hair мы еще поговорим. А сейчас я хотел бы рассказать о Texture Blend параметре, который мы добавили в прошлом уроке. И если в нем поставить максимальное значение равное 1, то у Вас будет активен цвет из параметра Dye Color. Который смешивается с меланином. Если Dye Hair параметр равен 0, то у Вас станет активным именно меланин. Теперь, если Вы будете изменять значение Eomelanin, то увидите тот же эффект, как и в Arnold или других рендер-движках. То есть волосы плавно меняются от седых до черных. Если Вы переключите верхний параметр в 0, то тогда можно управлять Feomelanin. И тут будет присутствовать также красный оттенок волос. И эффект будет выглядеть немного по-другому. Я думаю, что на счет этих параметров у Вас не возникнет никаких вопросов. Теперь давайте поговорим о Random Melanin. Если его включить, то пойдет компиляция шейдеров и появятся два параметра. Eomelanin и Feomelanin Random. Чтобы все работало правильно, обязательно включаем два чекера. Так как мы сейчас работаем с Feomelanin, то включаем Feomelanin Random и внимательно смотрим, как это влияет на отображение волос. Вариации изменения цвета, а точнее процентом этой вариации, можно управлять с помощью параметра Melanin Random Percent. Если поставить его равным 100% и затем плавно изменять два параметра Feomelanin, то Вы увидите, как волосы меняют цвет в произвольном порядке. И это конечно же придает больше реализма. Также рекомендую экспериментировать с значением Melanin Random Clamp. И также Вы можете активировать его Melanin Random и поэкспериментировать с его значением. Теперь, если установить значение Melanin Random Clamp, равное меньше 1, то Вы увидите, как преобладает цвет его Melanin. И если же Вы будете увеличивать значение Melanin Random Clamp, то увидите, как цвет Feomelanin начинает проявляться. Далее, давайте поговорим о параметре Gray Hair. Итак, для начала я установлю Feomelanin на черный и включу два чекера Gray Hair. А также остальные опции, относящиеся к этой вкладке. Далее, я увеличу значение Ray Hair Random на максимум. И Вы сразу же увидите седые волоски. Яркость и их количество можно регулировать с помощью двух нижних параметров. Я думаю, если Вы работали с Vray Hair Next MTL, то Вам знаком этот параметр. Далее, давайте я покажу работу в вкладке Dye Color. Итак, включаем опцию Use Dye. И теперь, если я буду увеличивать процент Dye Hair, то Вы увидите, как волосы плавно окрашиваются от корней к кончикам. В тот цвет, который выбран в Dye Color. Если же Вы хотите использовать текстуру, которую загрузили в слот Albedo, то уменьшаем значение параметра Texture Blend. Естественно, Вы можете смешивать эту текстуру с Melanin и Dye Color, плавно увеличивая значение Texture Blend. Также, Вы можете убрать цвет Dye Hair, просто уменьшив его процент. Но иногда возникает такой баг в шейдере, когда значение Texture Blend равно 1, а Dye Hair равно 0. Вам может показаться, что Feo Melanin и Eo Melanin не работают. Но чтобы это исправить, немного увеличите значение Dye Hair. И тогда, все будет работать правильно. Тогда, Вы сможете смешивать Albedo и Melanin без Dye Color. Итак, что же еще можно делать в этом шейдере? Вы можете изменить значение Roughness. Но тут, как раз я нашел другой баг в шейдере Niko, а точнее в Unreal Engine 4.25. Это момент, с которым столкнулся я, а также Simon в своих сценах с мальчиком и гориллой. То есть, на данный момент шейдер работает достаточно странно во время уменьшения значения параметра Roughness. На той же горилле, Вы можете наблюдать этот странный эффект. На данный момент шейдере я записал разработчикам отдельное видео с демонстрацией работы шейдера для волос в Arnoldi. И сравнил его с работой в Unreal Engine 4. Ссылку на видео я оставлю в комментарии, чтобы Вы также могли его проанализировать. Как раз, если смотреть на уменьшение значения параметра Roughness в Arnold Render, то мы увидим, что волосы не теряют свой цвет. В Unreal Engine при меньших значениях волосы приобретают черный оттенок, что выглядит неестественно. Сейчас разработчики исследуют данную проблему и официальный ответ от Чарльза из Epic Games звучит так. Спасибо, что поделились сцены и подготовили видео для демонстрации проблемы. Пока я провел только несколько простых тестов и кажется возможным достичь уровня черного, установив базовый цвет на черный. Влияние спекуляра увеличивается по мере увеличения значения Roughness. Из-за чего общий вид выглядит более тусклым. Мне нужно провести некоторые сравнения, прежде чем доказывать дальнейшие подробности того, в чем заключается основная проблема. Если такова и имеется. То есть, как Вы поняли, разработчики исследуют данный момент и в скором времени я получу ответ и запишу отдельное видео с решением этой проблемы. Далее в шейдере идет параметр спекуляра. Его можно делать более явным или вообще убрать. Также есть скейтер, с помощью которого можно управлять степенью пропускаемости и лучей света. И последний параметр отвечает за подсветку силуэта. Но пока он тоже работает довольно странно и не во всех ситуациях. Команда разработчиков работает над решением. Поэтому ждем его в следующей версии. Итак, это все, что я хотел рассказать о шейдере Ника Рутлинха. Идем дальше. Исходя из анализа вопросов, которые мне задают по Alimbi Hair. Я сделал вывод, что еще не все перешли на версию 4.25. И сейчас я покажу весомую причину перехода на эту версию. Как можете заметить в этом видео, ссылку на которую я тоже оставлю в закрепленном комментарии. Присутствует странное мерцание волос во вьюпорте. Как только я начал свою работу с Alimbi Hair в 4.24. Это было первое с чем я столкнулся. И сразу же побежал на форум, Facebook и так далее. И мне в Facebook некоторые пользователи рекомендовали выключить Real-Time режим. И проверить симуляцию ООС Standalone Play. Я это сделал и убедился, что ошибка возникает только во вьюпорте. Как только запускался Standalone Play, все было нормально. Да, симуляция была не очень качественная, но волосы уже так не прыгали, как это было во вьюпорте. Я же не остановился на этом и решил задать вопрос разработчикам. Мой вопрос звучал так. Почему при добавлении Niagara некоторые волоски мерзают в окне просмотра Real-Time? И почему в режиме Standalone все нормально? Стоит обращать внимание на этот баг. Или если в Standalone все нормально, то все окей и мне не о чем беспокоиться. Официальный ответ от Чарльза из Epic Games звучит так. Привет Андрей! Благодарим за сообщение о проблеме. Основная проблема заключалась в нестабильном салвере для физики волос. 4.24 была ранее экспериментальной версией системы волос. Насколько мне известно, все эти проблемы решены в версии 4.25. Причина, по которой проблема появляется в Real-Time режиме по сравнению с Standalone, заключается в том, что в Real-Time симуляция обновляется каждый кадр. Так же, как если бы приложение было запущено в нормальном режиме через .exe файл. И таким образом формируется сложное состояние и это приводит к нестабильности солвера. Когда опция Real-Time Mode отключена, в Viewport и следовательно симуляция обновляется только при перемещении камеры. В последнем случае, солвер для симуляции не перегружен просчетом и следовательно не появляются артефакты. По крайней мере, эта информация поможет понять причину возникновения артефактов и перейти на 4.25, где все уже исправлено. Следующий вопрос, который задал Unreal Engine Community звучит так. Как работать с мехом? Когда мы работаем с головой, мы можем выбрать кость головы и нам не нужно использовать Bind to Mesh. А что насчет меха? Можете ли Вы рассказать полный рабочий процесс и сколько волосков меха оптимально для AAA игры и для хорошего FPS? Ответ от Charles'а звучит так. Привет, Андрей! Что касается меха, Вам нужно будет прикрепить Groom объект к Вашей основной сетке. Для этого Вам нужно создать компонент Groom под компонентом скелета, указать нужный ассет и отметить опцию Bind to Mesh. Чтобы все работало правильно, Вам нужно включить опцию Skin Cache в Вашем проекте. Когда Вы это делаете, Groom будет проецироваться на Skeletal Mesh в начале уровня или когда Вы отметите опцию привязки к сетке. Это относительно дорогая операция. Чтобы избежать этого, Вы можете сохранить создание аналогичного актива Groom Binding. Я считаю, что Вы можете найти более подробную информацию на странице документации. Что касается бюджета на мех, текущая система прически по-прежнему относительно дорога в целом. И мы работаем над оптимизацией. Система в настоящее время поддерживается только на ПК и мы перейдем на более низкую платформу версии 4.26. Пока не ясно, на какой платформе это будет приемлемо или независимо от способа оптимизации. Для меха предпочитаете короткие волосы, то чтобы не было много вершин на пряди. И можно попытаться уменьшить перерисовку. На данный момент у меня нет точного количества, чтобы привести примеры. Кроме того, в версии 4.26 мы добавляем систему LOD. Которая должна помочь лучше все оптимизировать. С уважением, Charles. Далее я задал такой вопрос. Можно ли добавить LOD с Olympic Hair, который будет активироваться на расстоянии? И если я сделаю игру на 4.25 и захочу использовать не волосы, а лембик. Какие подводные камни меня ждут и с какими проблемами я могу столкнуться? Или мне стоит подождать 4.26 с LOD и так далее? Ответа от Charles'а звучит так. Привет, Андрей. В настоящее время невозможно импортировать LOD. В версии 4.26 мы добавили новую систему LODs для Groom. Которая позволяет Вам устанавливать дискретный LOD. То есть через кривые и параметры сокращения вершин. И подстраховаться созданием LODs между этими LOD. Формат асета скорее всего изменится и я еще не уверен, сможем ли мы сохранить обратную совместимость. Таким образом, Вам вероятно придется повторно импортировать и настроить свой актив для волос. Помимо этого, Вы получите больше функций, элементы управления и так далее. Лучшую производительность и поддержку LOD в 4.26. Думаю, ничто не мешает Вам протестировать использовать систему груминга в том виде, в котором она есть сейчас. Обратите внимание, что даже с оптимизацией Вам, вероятно, потребуется определенное количество волос в асете. Поскольку он достаточно ресурсоемкий. И еще есть одно примечание. Система LOD основана на кластерах. То есть небольших участках волос меха. Что позволяет обрезать и адаптировать уровень LOD на кластер. Это позволяет нам иметь более высокий уровень детализации на кластерах. В частях, которые находятся близко к камере. И при этом ухудшает другие кластеры. Части того же грума, которые не видны напрямую. Что касается даты выпуска этой фичи. Я считаю, что нет ничего официального. Но обычно это должно случиться осенью в конце года. С уважением, Charles. Следующий вопрос, который я задал, был про Alembic Hair Debug Mode. И звучал он так. Есть ли у Alembic Hair режим откладки для проверки оптимизации? Если да, то как его включить? Если нет, то будет ли он добавлен в 4.26? Ответ от Charles звучит так. Что касается оптимизации рендеринга. Я считаю, что лучшим измерителем для использования в начале. Будет количество сэмплов на пиксель и перерисовка. Вы уже можете увидеть количество выборок на пиксель. Введя команду RHF Strength Debug Mode 5. И я, вероятно, добавлю режим отладки для перерисовки. Поскольку у нас уже есть все данные для этого. Однако, еще нет проверки сложности шейдера. И не уверен, легко ли его будет добавить. Я рассмотрю его добавление, но не могу обещать, что он появится в версии 4.26. Далее, задал такие вопросы. Как настроить взаимодействие с шляпой, когда персонаж ее надевает или снимает? На какие параметры симуляции стоит обратить внимание? И возможно ли взаимодействие с предметами? А также, как включить взаимодействие с ветром? Ответ отчасти за Михаэла звучит так. Привет, Андрей! Вам нужно будет создать физический объект в прокси для шляпы. Это может быть сфера, коробка, цилиндр и так далее. Эти коллайдеры должны быть частью настройки персонажа. Поскольку, насколько я помню, взаимодействуют только физические объекты, принадлежащие компоненту скелетал. Я спрошу об этом какой-нибудь инженера физика, чтобы посмотреть, смогут ли они рассказать об этом более подробно. Что касаемо ветра, на данный момент нет связи с ветром внешней силой. Скорее всего, это произойдет в следующем выпуске, но я не могу дать Вам точных данных. С уважением, Charles. Привет, Андрей! Это Михаэль. Да, Charles прав. Вам нужно будет добавить шляпы в Asset Skeletal Mesh. Я только что добавил поддержку столкновения нескольких физических объектов. Поэтому, в будущем выпуске делать такие вещи будет намного проще. С уважением, Михаэль. Итак, это все, что я хотел рассказать в данном видео. Еще осталось несколько неотвеченных вопросов, на которые я жду ответ. Так что, пока остановимся на этом. Благодарю за просмотр и желаю хорошего настроения. Продолжение следует... ... ... ... ... ... ... ... ...